Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодин. Ну что, друзья, компания Nokia, да, как это ни удивительно, но снова на коне. И, может, конечно, сейчас эта компания не такая популярная, как лет 20 тому назад, но они все равно стараются выпускать качественные устройства. И вот сегодня я вам и расскажу о самых интересных из новых смартфонов Nokia, которые можно, кстати, смело назвать даже топами за свои деньги. Короче, давайте не тратить время не зря, подписка, если вы еще до сих пор не подписаны. Хотя, честно сказать, ну это уже как-то удивительно, ну согласитесь, лайк, помчали. И, кстати, если вы не хотите, например, целыми днями искать какую-то информацию о гаджетах, электронике, там, телефонах и тому подобное, но это вас очень интересует, но вы не хотите этого делать сами, то мы это сделаем за вас. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы с Русиком ежедневно опубликуем самую интересную, самую свежую и самую полезную информацию из мира IT-технологий. Ссылка на канал будет в описании под этим видео. И вы знаете, чем мне нравятся современные смартфоны Nokia? Так это тем, что они не забывают о своих корнях. Нет. И это не в том смысле, что их смартфоны до сих пор продаются с полифонии. Нет. Все дело в том, что несмотря даже на то, что кнопочные телефоны уже давно потеряли свою вот эту вот былую популярность, они продолжают выпускать новые модели вроде той же самой 8210. И, может, конечно, вам может показаться, что в 2023 году такие смартфоны бесполезны, но я могу сказать, что у этих смартфонов тоже есть свои преимущества. Ну, вот, например, благодаря тому, что здесь нет какого-то огромного дисплея или, например, мощного процессора, такой вот смартфон, если можно так сказать, может работать неделями без подзарядки. А если точнее, то вот этот Nokia 8210 продержится 29 дней в режиме ожидания и вытянет до 8 часов беспрерывного разговора. Так что можно смело сказать, что с таким устройством вы будете всегда на связи. Ну, если вы хотите быть на связи. Хотя, конечно, насчет звонилки я все-таки немножко погорячился. Все-таки 8210 поддерживает все эти 4G. И с помощью, например, браузера встроенного вы сможете, например, выходить в интернет. А к тому же еще в нем есть встроенный проигрыватель видео и аудио, а также еще и слот под карту памяти. Так что этот смартфон можно спокойно, например, использовать в качестве плеера, если вы, например, там ходите в зал тренироваться и вообще не волноваться, что вы его разобьете. Ну, и еще один такой не совсем очевидный плюс вот такой вот мобилы, это, конечно же, интернет-детокс. И на самом деле, вы знаете, сейчас многие молодые люди намеренно отказываются от смартфонов и переходят на вот такие вот кнопочные звонилки, чтобы отдохнуть от социальных сетей. Так вот этот телефон, это, ну, можно сказать, то, что доктор прописал. Для всех вот этих вот инстаграмозависимых и этих, тиктокофилов. Ну, и также, конечно, стоит не забывать о таком важнейшем плюсе, как цена. Ведь Nokia 8210 стоит всего 76 долларов. Так что я считаю, это отличный вариант для покупки, если вам, например, нужен отдельный какой-то там рабочий телефон, ну, или, например, как звонилка для ребенка, ну, чтобы тот всегда был на связи. Хотя, конечно, если такой телефон подарить ребенку, который уже разбирается в смартфонах, то точно первое, куда он позвонит, это в органы соцопеки. А что вы думаете об этом смартфоне? Взяли в себе такое, а? Или считаете, что это просто пустая трата денег? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а все же, если вот такие вот ретро-мобилки не для вас, то у компании Nokia есть много других недорогих смартфонов, которые радуют своим соотношением цены и качества. Итак, начнем мы с вами со смартфона линейки Nokia C, который, знаете, создан для тех, кому нужен качественный смартфон, но при этом, чтобы был по максимально низкой цене. И вот, значит, самым интересным вариантом из этой серии, я считаю, Nokia C31. Ведь он получился реально дешевым, но вот при этом все-таки он, ну, не чувствуется, как какой-то, знаете, калькулятор на сдачу. И так, конечно, первое, на что нужно обращать внимание, когда вы рассматриваете к покупке ультрабюджетник, это, конечно же, корпус. Ну, да, все-таки куда приятнее, согласитесь, пользоваться смартфоном, который не скрипит в руке просто из-за того, что вы его взяли. И вот в плане сборки Nokia C31 вот вообще не разочаровывает. И чувствуется мало того, что крепким, так еще и ненадежным. Да и внешне этот смартфон получился, ну, далеко не самым уродливым. Умею делать комплименты, а? Да. И вот единственное, что действительно напрягает, так это расположение динамика почему-то в нижней части спинки. Ну, все же этим болеют многие ультрабюджетники, так что я не вижу вообще никакого смысла на этом зацикливаться. А к тому же еще стоит отметить, что на спинке здесь есть сканер отпечатка пальца, который, вы знаете, вообще редко встречается в трубках за такие деньги. Ну, и что, конечно, многих, я уверен, что порадует, так это большой накопитель. Ведь здесь в базовой версии ставят сразу 128 гигабайт постоянной памяти. Так что не волнуйтесь, место под музычку, там, под фоточки, что вы там еще храните, сериальчики разные у вас будет всегда. И, кстати, хочу отметить, что Nokia C31 отлично подойдет для тех, кто любит смотреть, например, сериальчики, там, или, например, ютубчик, да. Ведь здесь установлен огромнейший дисплей в 6,7 дюймов. И даже учитывая, что Nokia поставили здесь панель с HD+, разрешением, знаете, все равно картинка неплохая. Ну, и к тому же у такого дисплея есть еще одно важное преимущество. Он расходует меньше заряда. В итоге при батарейке в 5050 мАч вот этот вот смартфон может прожить даже 2 дня без подзарядки. Ну, все же, конечно, это отчасти еще и заслуга встроенного процессора, который сидит на миллиамперовой диете и не жрет много энергии. При этом еще и выдавая неплохую производительность. Не, ну, ясное дело, что это, конечно, далеко не игровой смартфон, но вот и для повседневных задач его хватит с головой. А вот чем этот смартфон реально выделяется, так это своей камерой. Потому что, как минимум, за свои деньги Nokia C31, я считаю, фоткает отлично. И вот фишка его в том, что в этом смартфоне предустановлена фирменная камера Google. Да-да, друзья, именно вот та вот самая легендарная J-CAM, которая за счет своих алгоритмов ощутимо так повышает качество снимков. Так что, по итогу, можно сказать, что Nokia C31 даже можно описать, знаете, как такой живучий ультрабюджетник с хорошей камерой, который, кстати, за небольшие деньги предлагает вообще все необходимые функции. Слышишь, Русик, я, знаешь, что подумал? А ты, кстати, под это описание тоже подходишь. В свою очередь, Nokia G21 – это уже такой ультрабюджетник, который дает даже больше, чем ты ожидаешь от настолько дешевого смартфона. Да, и сейчас я вам и расскажу, чем же же этот смартфон так интересен. Ну, вот, например, в этот раз Nokia уже установили IPS-дисплей, но при этом с повышенной частотой обновления в 90 Гц. А что это значит? Правильно, то, что это отсрочит ваш поход к окулисту для подбора очков для улучшения зрения. Как ты сам этого не помнишь? Да не надо, не главное, подписывайся. Да, потому сама система чувствуется более плавной и такой отзывчивой, что я считаю крайне важно для ультрабюджетников. Ну, а к тому же G21 еще и получил более мощный процессор, а именно Unisoc T606, который работает еще и в паре с оперативкой на 4 ГБ. Ну, может быть, конечно, смартфон вас и не удивит какой-то там бешеной производительностью, но все-таки благодаря тому, что здесь установлен чистейший Android, система работает довольно быстро. А это все потому, что в смартфоне нет кучи вот этих вот ненужных предустановленных приложений, которые работают в фоне и тем самым замедляют систему. Этот смартфон, знаете, он как этот, как самый дешевый китайский самокат. Ну, имеется в виду, вообще без тормозов. Да, так что Nokia G21 это, знаете, один из немногих ультрабюджетников, которые не будут вас бесить медленной работой. При этом смартфон еще и долго держит заряд, ведь встроенного аккумулятора на 5050 мАч хватит даже на 2 дня активного использования. Но вот, правда, зарядка здесь уже не самая мощная, ведь поддерживаются блоки всего до 18 Вт. Все же могу сказать, что как для ультрабюджетника, знаете, это довольно-таки неплохо, потому что в основном поддерживаются зарядки ватт на 10, это потолок. Так что в этом плане можно спокойно Nokia даже похвалить. Ну и ко всему этот смартфон еще и выделяется наличием модуля NFC, который тоже редко встречается в таком классе, но все же Nokia отмечает, что эта функция есть не во всех версиях G21, так что обязательно уточняйте этот момент у продавца. Ну, конечно, то будете потом в супермаркете тупиться, тупить. Слушай, ну прости, это я не тебя называл. Это вообще никого, просто так, просто сказал так. Слушай, я что, должен запомнить все ситуации, которые с тобой происходили? В то же время, например, камера здесь уже не настолько впечатляющая, как в предыдущем смартфоне. Ну, нельзя сказать, что прям плохая. Как минимум, потому что с детализацией здесь все нормально, ведь G21 получил основной сенсор в 50 мегапикселей. Да и, кстати, по цветопередаче здесь тоже все неплохо, ведь алгоритмы немножко добавляют насыщенности, и по итогу картинка выглядит приятно. Я вон даже свою тещу на эту камеру снял, и, вы знаете, могу сказать, что довольно приятная женщина получилась. Слушай, конечно, в ночное время камера показывает свою бюджетность, и даже с ночным режимом очень сложно сделать хороший кадр. Я думаю, если бы этот смартфон еще и получил Google Cam, ну, поддержку Google Cam, то, думаю, что фотки были бы еще лучше. Ну, и учитывая, что Nokia G21 стоит примерно так же, как и Nokia C31, многие пользователи все-таки будут думать, какой из них выбрать. И, как по мне, вот если вам все-таки куда важнее камера, то вам больше подойдет именно Nokia C31. Ведь пускай в нем сам модуль с более низким разрешением, но вот все-таки Google вот эти вот алгоритмы лучше вытягивает картинку. Но все же, если для вас, например, производительность все-таки на первом месте, то тогда лучше взять Nokia G21. Ну, как минимум, потому что здесь более мощный процессор, и еще и 90-герцовый дисплей, который добавляет все-таки такой плавности ощутимой к работе системы. Но могу вам сказать, что вы не думаете, что компания Nokia делает только одни ультрабюджетники? Нет, у компании есть несколько моделей, которые, кстати, могут составить конкуренцию даже самым популярным Redmi. И вот дальше я вам расскажу о Nokia G60, который вот внешне, внешне, ну, получился таким, знаете, довольно странным. Ну, знаю, у меня такое впечатление, что вот в эту вот команду молодых дизайнеров попал человек, у которого в голове еще до сих пор шумит Dialab Model. Ну, да, потому что смартфон получил, я считаю, стильное оформление, вот, например, основной камеры, небольшую такую текстуру на крышке, необычную, ровные грани, но при этом здесь каплевидный вырез дисплея. Хотя я не знаю, может, кому-то, конечно, и нравится такой вырез, а чего нет? Он, например, Русику такой нравится, ему он напоминает глубокое декольте. О, давайте знаете, как сделать? Давайте так, если вам нравится такой вырез, то вы в комментариях поставите вот такой вот смайлик, а если не нравится, то вот такой. Я за такой. Что делать, если вам плевать? Ну, если плевать, то просто не пишите комментарий, и все, что делать? Что ты там уже пишешь? Ты, писатель. И вот если внешний вид Nokia G60 получился противоречивым, то вот по железу здесь все однозначно хорошо. Ну, вот, например, в качестве процессора сюда поставили уже, конечно, не молодой, но все еще годный Snapdragon 695, который радует пользователей еще со времен выхода Redmi Note 11 Pro 5G. И, может, конечно, это и бюджетный процессор, но он отлично справляется, как с простыми приложениями, точно так же и с тяжелыми играми. Ну, конечно, потому что на рынке он давно, и поэтому разработчики уже успели оптимизировать под него все свои программы. В итоге на Nokia G60 вы можете рассчитывать не только на быструю работу системы и приложений, но также еще и сможете, например, поиграть с хорошей графикой и стабильной частотой кадров. При этом смартфон еще и порадует своей автономностью, ведь аккумуляторов 4500 мАч вам точно хватит на день активного использования. Ну, конечно, не так долго, как предыдущие смартфоны, но вы же тоже учитывайте, что здесь и процессор помощнее, да и герцовочка повыше. А, да, чужо же вам не забыл рассказать о дисплее. Значит, здесь установлена IPS-панель уже с полноценным Full HD Plus разрешением, а также еще и поддерживается частота обновления в 120 Гц. Ну и, конечно, честно говоря, за такие-то деньги хотелось бы все-таки AMOLED, но в целом могу сказать, что Nokia поставили качественный сюда дисплей, еще и с хорошим запасом яркости. Поэтому IPS-это станет таким основным минусом для всех тех, кто привык к Full HD Plus дисплей. Зато, например, производитель не стал экономить здесь на камерах и поставил, я считаю, годный основной модуль в 50 Мп. Так что смартфон выдает качественные детализированные фотки при хорошем освещении, а вот благодаря ночному режиму у вас даже получится сделать еще и неплохие снимки в плохом освещении. Правда, вот все-таки из-за не самого мощного процессора видео можно здесь записывать максимум в 1080p. А вот следующий смартфон, вы знаете, ну его уже сложно назвать прям бюджет. Но все-таки я считаю, что компания Nokia хорошо подстаралась над этим смартфоном, и его даже можно назвать, не, назвать его нельзя, но вот чувствуется он как флагман. Ну и вот если, например, Nokia G60 все-таки можно было покритиковать за необычный такой дизайн, то вот Nokia X30, вы знаете, ну вот я считаю, что это прям попадение в яблочко. Да что там яблочко? Это, знаете, четкое попадание белки в глаз. Притом, что она даже из дупла не вылазила. Вот так. Ну, во-первых, в этом смартфоне нет каплевидного выреза, а вместо него такая относительно небольшая дырка посередине. Во-вторых, X30 все так же получил ровные грани, но теперь они уже сделаны из алюминия. Правда, вот, конечно, задняя крышка почему-то осталась пластиковой, что уже немного странно. Но, кстати, я хочу отметить, что все равно не портит общую картину, и смартфон, ну, я считаю, выглядит отлично. Да и, кстати, в плане железа вот этот вот смартфон тоже получился куда круче предыдущей модели. Ну, вот, например, в качестве экрана сюда поставили AMOLED-дисплей, но, правда, уже с частотой обновления в 90 Гц, чего, я считаю, достаточно, чтобы интерфейс ощущался плавным. К тому же, в этот раз экран еще и прикрыли флагманским закаленным стеклом. Корнин Gorilla Glass Victus. Ну, а дополняет вот эту всю картинку улучшенная камера в 50 Мп. И, внимание, с оптической стабилизацией. И даже, несмотря на одинаковое разрешение с G60, X30 выдает более четкие и детализированные фотографии. Так что от покупки вот этого вот Nokia X30 может оттолкнуть только одно. Это процессор. Ну, все-таки здесь установлен все тот же Snapdragon 695, что, конечно, неплохо, но, я считаю, слабовато, как для смартфона за 540 долларов. Ну, с другой стороны, знаете, ну, нельзя сказать, что прям Nokia X30, ну, не стоит своих денег. Все-таки здесь вам и отличная камера, и дизайн прикольный, еще и с неплохими материалами корпуса, а также еще и хороший дисплей. Потому, знаете, в целом, можно сказать, что это довольно-таки неплохой вариант для 2023 года. А особенно, если вам, например, ну, не важно, чтобы смартфон мог запускать прям все игры, и чтобы все на максималках. А что вы думаете о всех вот этих вот смартфонах Nokia, обязательно напишите в комментариях. А еще посмотрите вот эти вот видео, потому что они не только полезные, но еще веселые и интересные. Ну, и главное, конечно, помните, что все самое интересное где? Правильно. В коробке.